Что же представляет из себя новая маршрутная сеть и почему работа по изменению транспортного потока требует обсуждения? Об этом мы поговорим с Александром Павлюченко, директором Челябинского института генерального плана и транспорта. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы и ваши коллеги не ставили перед собой цель заново создавать маршрутную сеть. Вы говорили о перераспределении мощностей. Как это теперь выглядит на практике? У нас не было задачи создать революционную маршрутную сеть. У нас была задача сделать эволюционную, в основу которой легло разветвление маршрутной сети по территории города Челябинска, используя уличную дорожную сеть, которая уже построена, реализована без какой-либо строительной перспективы. Ну вот глава города еще в декабре говорил, что трамваи станут приоритетным видом транспорта. Вот это получится? На самом деле да. При разветвлении маршрутной сети именно сеть трамвайного и троллейбусного вида транспорта была взята за основу. Потому как трамваи мы, именно сеть трамвайную и троллейбусную не собираемся уменьшать, а только собираемся увеличивать. Такие участки, на таких участках, как улица Островского, Курчатова, мы собираемся, предложили главе города построить новую сеть, новую ветку трамвая, что способствует увеличению и подвижного состава, и дополнительный путь к железнодорожному вокзалу. Ну а что же для этого нужно будет сделать? Мы предложили на некоторых участках убрать как маршрутные, так и автобусы, для того, чтобы усилить данное направление этого вида транспорта. Я думаю, у нас это получилось, причем получилось без ущерба к другим видам транспорта. Но я так понимаю, придется все-таки некоторым транспортом пожертвовать. Речь идет о частных перевозчиках. Какие маршруты планируется сократить? Ну, мы предлагаем удалить из маршрутной сети у частных перевозчиков 12 маршрутов, при этом добавляя 3 и обосновывая это. У автобусного парка большой вместимости мы предлагаем удалить 3 маршрута. У троллейбуса предлагаем удалить 2 маршрута, при этом добавляя 1. И у трамвая предлагаем перераспределить маршруты, добавляя еще 2 маршрута. Тем самым мы считаем, что транспортная услуга города Челябинска не ухудшится, потому как сделаны расчеты и у нас экономически доказано, что 18% маршрутов города Челябинска ездят пустые. Скажите, а сами транспортники согласились уйти или вы им дадите альтернативные маршруты? Мы, конечно, мы предложили альтернативу. Данную альтернативу мы будем разъяснять и доказывать наши проектные решения. С частными перевозчиками мы договорились встретиться в понедельник, 26 числа, в администрации города, для того, чтобы обсудить этот вопрос. Спасибо за ваши ответы. Напомню, на связи с нашей студией был Александр Павлюченко, директор Челябинского института, занимавшегося созданием новой транспортной сети Челябинска. Продолжение следует...